В детстве мне вспоминается случай, когда мой дядя на нашем огороде посадил картофель. И у него не хватило картофеля, а осталась земля, и он решил эту часть поля посадить ростками. Ну, конечно, покрупнее были росточки, не как этот. Но самое интересное, несмотря на то, что над ним смеялись все, когда мы выкапывали картошку, мы садили клубнями, то мы заметили, что у него и у нас одинаковая картошка, и та и другая была крупная. Ну, из этого я сделал вывод, что все-таки реально посадить картофель ростками и получить урожай даже в первый год. Но для этого должна быть хорошо удобренная земля и благоприятная погода. Ну, что, конечно, не всегда бывает, да? Если земля не совсем удобренная и погода неблагоприятная, то надеяться на то, что картофель в первый год уже можно будет кушать из ростков, ну, маловероятно. Скорее всего, будут маленькие картофелины, небольшие, да? Только на следующий год можно из этих лубней маленьких что-то получить. Ну, и перейдем к рассказам самим. Несколько дней назад моя супруга посадила данный росток, и если обратите внимание, то на нем появились корешки. Земля здесь обычная, с огорода та же самая земля, что мы, в которой сажаем помидоры, садим помидоры и другие культуры. Здесь же росточек, он зазеленил, все, да? И если присмотреться поближе, сейчас покажу. А вот в этом месте, вот, вот, смотрите, отсюда полезет стебель, полезет куст зеленый с листьями. Здесь уже появляться начали листочки, вот он, маленький листочек. А вот растение из ростка, который уже какое-то время растет. Сейчас я вам его выкопаю. Вот он, этот росточек. Обратите внимание. Вот росток. Вот его такая длина, небольшая, да, всего. Вот из него вылез кустик. Растет куст картофельный. Так что это реально, реально из картофеля вырастить, из ростков вырастить, вырастить хороший картофель. Но при условии, что будет очень хорошая почва и благоприятные погодные условия. Тогда можно вырастить ее в первый год уже. Но чаще всего бывает так, что первый год вырастает горох, как его называют, да, из таких ростков. Теперь еще хотел сказать вот о чем. О том, что данный росток передает те болезни, что было у клубни. Так же, как если вы клубни будете сажать, да, на других клубнях будет болезнь, те, что были на клубни, так и в ростке. Чтобы обновить картофель, чтобы оно было, растение здоровое, надо с семенами садить. Это те помидорки, которые вырастают, елененькие помидорки, в них находятся семена. Если эти семена собрать, то можно вырастить вот такое вот растение. Такой вот картофель, который здоровый, а он, конечно же, может заболеть от почвы, да, но он не передаст болезни, которые были в клубни. Если вы, да, клубень был больной, вы из этого клубни взяли помидорку, то растение будет здоровое, да, если почва здоровая. Будет супер-супер элита. Таким образом обновляют картофель. Если вы часто уже садите картофель, они не тот же, то можно так вот обновить с помощью семян. Так что я рассмотрел тему, как можно из ростков вырастить картофель. Это реально, это возможно. Желаю вам хорошей посадки, хорошего урожая. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok